Друзья, всем привет! Вы находитесь на YouTube-канале строительной компании АПСДСК И сегодня мы приехали на выставочную площадку Open Village Все правильно, на самом деле у нас строительный канал АПСДСК Но у нас не только строительный канал АПСДСК У нас в принципе канал о стройке, о красивых домах и о любви к стройке И о красивых местах, где можно построить дом И о красивых местах, разумеется, где можно построить дом И мы как раз находимся вот в одном из таких мест И вот, допустим, для нас, да, это первый раз мы участвуем на этой выставке Open Village Можно я задам вопрос? Вот ты любишь, Карина, перебивать Я прям в камеру скажу и попрошу Друзья, не режьте это, Дмитрий, спасибо заранее Слушаю, Карина Друзья, я сейчас с позиции обывателя Я постоянно слышу Open Village, Open Village Что это такое? Мария, я на самом деле еще сам не могу сказать толком, что такое Open Village Но нам понравилось, и мы мгновенно, как нам сказали, что такое есть, мы залетели Для нас 23-й год участия, это первый год участия в Open Village Мы будем участвовать в 23-й, 24-й год На территории Open Village, которая находится в рамках коттеджного поселка Гринлаудж Это 80 километров по Новориге, что очень удобно Но дальше, в 25-м году, АПСДСК также будет участвовать в Open Village в 25-м году Который находится в моем любимом коттеджном поселке Это коттеджный поселок Павлова озера И это вообще очень круто Open Village это место, где различные компании строят разные дома По той технологии, по которой они обычно строят эти дома И каждый потребитель буквально 3 недели в году Всего лишь 3 недели в году могут пойти, лицезреть эти дома И выбрать, какая же им строительная компания, какая технология ближе Ну вот здесь у нас есть уже дом, да, мы видим по соседству дома других компаний Значит, любой гость, скажем так, выставки может приехать И в этот период, в эти 3 недели купить этот дом Он может не только купить, он может посмотреть этот дом снаружи Он может посмотреть этот дом изнутри Поюзать его, кнопочки понажимать и так далее Познакомиться с технологиями, то есть с какими-то кредитными программами Или еще что-то, пообщаться со специалистами от этой компании И выбрать, какой же он дом хочет Может быть, у него уже есть земельный участок Он хочет построить подобный дом, либо другой дом от этой компании На своем земельном участке Или же купить прямо здесь дом Дом по проекту Open Village, он у нас стоил 5,990 Сейчас небольшая индексация произошла 6,290 6,290 сейчас, да, стоить начал Причем самый популярный дом И да, и я принимал участие в проектировании Хочу этим гордиться Так, смотрите, у нас есть каркасный дом Не наш Это не наш каркасный дом Но хороший Да, симпатичный, мне тоже очень нравится Вот, блин, французские эти окна, обожаю их Но вот наш огромный дом На самом деле, какой архитектурный стиль? Это архитектурный стиль, собранный из всех архитектурных стилей И это стиль барн Мы знаем, да, что 6 лет назад барн дословно это сарай Сейчас это еще и такой понтовый дорогой сарай Вот наш дом Вот наш баннер, то, что мы строим И я предлагаю пройти, посмотреть его поближе Этот дом у нас уходит в продажу Пока идет цена по себестоимости Потому что это выставка Open Village И давайте немножко познакомлю вообще В чем суть этого дома Первое, это мы видим Главный тренд этого сезона И мой любимый тренд Я уже тысячу раз это повторял На каждом ролике Это огромные здоровенные окна С мультифункциональным стеклопакетом Посмотрите, мы отражаемся И Алексей, оператор, отражается Хотя он сейчас присел, уже не отображается Или, может быть, он вампир, я не знаю Поэтому не отображается Но так или иначе, преимущество мультифункциональных окон, стекол В том, что, во-первых, они теплые Во-вторых, снаружи, внутрь Я не верю, что там происходит Светлое время И не нужны вот эти тюли Вот эта вся дрянь Второй момент Окна большие Третий момент У нас дом с двускатной крышей С двумя большими кукушками И он накрыт у нас фальцевой кровлей И в некотором смысле Это такое Он как бы идет Архитектура и классическая И второй момент Это идет отражение барной архитектуры Которая, в принципе, популярна и модна Обратите внимание Чем дом интересен Вот если смотреть снизу Да, мы здесь отлично видим Как у нас Что у нас не просто скучная Двускатная кровля Которая, кстати, очень многим не нравится Да Вот этот такой, скажем так Вырезанный кусочек, да Совершенно меняет геометрию И восприятие этого дома Но если мы отойдем в сторону А мы обязательно отойдем в сторону Мы увидим, что у нас с двух сторон Есть элементы кукушек Так называемых И мы их увидим, эти элементы кукушек И это такие как бы подъемы по окнам Да А еще самое главное Прошу обратить внимание Когда мы произошли на этот участок Здесь были березы Молодняк И мы решили не резать молодняк И одно дерево у нас осталось Прямо в террасе И это прекрасно Смотри, а здесь у нас еще так же Вот в продолжении темы нашей кровли Что здесь у нас есть такой Как бы назовем его выступ Это особенность планировки Или это все-таки желание сделать более интересное Архитектурное решение А не скучный такой квадратный прямоугольный дом Слушай, да, если мы говорим про классический дом Который с двускатной крышей Все-таки их надо как-то нужно разрезать Это, разумеется, это архитектурное решение Это архитектурное решение Очень хорошее решение Я так понимаю, что оно не удорожает проект Если, например... Нет, оно не удорожает проект Оно, разумеется, немножко уменьшает площадь Но я как визуал Как человек, который кидается на красивый фантик Я рекомендую такие вещи делать Они действительно интересны То есть, в принципе, вы можете декорацию сделать таким Если у вас просто в один уровень идет дом Да, вы можете балкон С левой, с правой стороны Не рекомендую один большой балкон Потому что, ну, слушайте Момент в архитектуре Когда, чтобы все симметрично Это было модно, прошел Сейчас модна асимметрия, нестандартность Поэтому, если балкон делать Делайте его слева, либо справа Какие-то нестандартные вещи Суть в том, что у нас Аж две березы интегрированы в террасу И этот будет достаточно смотреться красиво Но минус в том, что береза Это у нее очень поверхностно-корневая система И их чаще всего шатает Поэтому березу нужно будет потом укрепить Чтобы ее там не повело Да я правильно понимаю, здесь никакого настила Ничего не будет? Нет, это открытое свободное пространство Мы вписались в выставку На самом деле почти самые последние Прямо не почти, а, наверное, самые последние И... Собирали аналитику Ну, как, да Посмотрели на карту И минут за три собрали аналитику Что мы увидели? Одноэтажные каменные дома Почти у всех Вот, ребята, вот рядом с нами строят И с фахверком Тоже, наверное, они тут одни-единственные будут Если все строят одноэтажный каменный Мы сейчас тоже комбинированный дом Ну, первый этаж там паратером Либо и том Второй этаж клейный брус А потом думаем Блин, слушайте, ну как-то избито Надо лучше вернуться к классной классике И в итоге Тут всего лишь две, либо три компании Строят дома из клейного бруса И, если не ошибаюсь, мы одни строим двухэтажный дом из клейного бруса У нас участок небольшой Семь с половиной соток Но мы очень хорошо разместили дом И самое главное Мы не стали делать маленький Он двести квадратных метров То есть мы сразу зарядили дом Двести квадратных метров Поэтому здесь много места Много территории Большие окна И это классно Давай начнем с фундамента Так, окей Фундамент Традиционно Модритная железобетонная плита Фундамент под террасы на сваях Стены Посмотрите, какой высоченный брус На самом деле мы выжили для выставки Самый максимальный Самый кафовый брус Который, кстати, у нас в серийное производство уходит Это какой размер? Двести шестьдесят на двести Двести шестьдесят на двести Материал идет елка У нас балки перекрытия елка Межэтажные балки перекрытия Тоже клееный брус Стропильная система Клееный брус Окна У нас здесь супероконная система Это наш любимый рехау Рехау, да Мы вот привезли сюда рехау И крыша у нас фальцевая кровля Потому что дома, которые там полностью Либо в частичном архитектурном проектировании А-ля Барн На них должна быть крыша, фальцевая кровля То есть мягкая кровля сюда бы так красиво не подошла Она бы не смотрелась У нас два цветовых решения Очень важно не делать в доме там три-четыре-пять Своих решений В крайнем случае можно три Но я рекомендую максимально ограничиться двумя цветами Цвет, обратите, должен совпадать Колонны Водосточка, наличники и фальшивые свесы Что-то из этого одно можно убрать И все стены одного дома То есть дом не должен смотреться светофором Ну и можно я добавлю по поводу цвета Как раз Чаще всего я вижу, что наши герои выбирают такое решение Что здесь один оттенок коричневого Здесь более темный оттенок коричневого Либо миксуют такой контраст коричневый и белый Там белые наличники, белые окна Вот этот дом намного интереснее смотрится Как раз за счет того, что здесь для окон, наличников, водосточки и подшивки Выбрали такой темно-серый цвет То, что он гораздо интереснее смотрится С нашими стенами, с нашим коричневым оттенком Уж я не помню, какой он Как он у нас называется? Я думаю, это 82-17 или 88-17 Одно из самых классических решений Популярных, но всегда очень гармонично вписывающихся в любую среду Поэтому, если вам не хочется делать коричнево-белое, коричневое-коричневое Вот, обратите внимание, это классно сочетается Да, мне тоже нравится сочетание цветов На самом деле у нас архитектор Адель, ей привет, и она молочина Она у нас работает в отделе Орди Она работает с концепциями И, как часто, самая лучшая концепция – это у Адель Слушай, вот ты мне сказал, что начали строить в феврале Да Получается, за три месяца вот уже такая готовность Это потому, что мы торопились или потому, что мы так реально можем? Во-первых, мы торопились Во-вторых, мы реально можем Знаешь, какой, отгадай, пожалуйста Какой процесс дольше всего нас тормозит на этапе строительства? Погода? Нет, фигня Разрешение на заезд? Разрешение на строительство есть Заехать? Фигня Заказчик А Потому что сначала здесь фундамент залили в феврале Он там отстоялся в нужное время Простреляли его, все хорошо, собираем стены Как обычно бывает Заказчик говорит, в феврале плохие фундаменты Я не верю, я жду открытия дорог Потом дороги закрываются Заказчик ждет информации об открытии дорог Мы когда строим, мы постоянно строим Да, мы вместе сдаем больше ста этапов И мы знаем Хотите быстро, доверьтесь профессионалам В данном случае это, разумеется, мы Потому что фундаменты можно заливать зимой Стены можно привозить тогда, когда Можно привозить, да Мы можем построить дом из клей на брус абсолютно всесезонно Но если вдруг еще заказчик в этапе стройки Это поменяет, то изменить, внести изменения Это, кстати, настимулирует быстрой стройки Пока мы очень быстро построили Клиент не успел подъехать, так сказать, со своими изменениями И мы уже достроили этот дом Все, уже измерять нельзя Поэтому, когда мы сами согласовываем Когда у нас уже внутри себя готовы все архитектурные технологические решения Мы строим намного это быстрее Чем если нужно ожидать согласия от клиента по этим архитектурным решениям Увидел слона Вспомни, кто строит дома Ну что, друзья, мы находимся внутри дома Мы обязательно, конечно же, вам покажем планировку Смотрите наши рендеры В доме у нас сколько? Три спальни? Так, у нас входная группа Справа у нас есть ниша для шкафа Встраиваем у ашкафа, чтобы оставить верхнюю одежду Слева у нас есть котельная Чуть дальше у нас санузел на первого этажа Чуть дальше у нас есть Первая гостевая комната Либо спальня, как угодно И у нас по правую сторону Вся правая сторона этого дома С большими панорамными окнами С порталом, оконным порталом И большим вторым светом Если у вас второй свет Он должен быть большим Не делайте маленький второй свет Это некрасиво, это необъемно Здесь большой второй свет Комфортный и эффектный второй свет Это сколько в коньке? Давай посчитаем Смотри, у нас здесь высота В чистоте первого этажа будет 3,3,1 Атиковая точка 1,8 В коньке, наверное, метра 3,6 Получается 3,1 Плюс перекрытие 20 метров Плюс 3,6 Это у нас 7 метров Давай еще пару слов о втором свете Скажи, пожалуйста Мне кажется Или вот в данном доме За счет того, что у нас Мансардный второй этаж То, что у нас такие двойные Двойное расположение окон Тот же второй свет И вообще это помещение Смотрится намного интереснее Чем какие-то там Когда выбирают просто окно Во всю стену Мы смотрели вариант Окно во всю стену Оно здесь не очень подходит Потому что нам будет казаться Что это Знаешь, уже аквариум И поэтому мы его специально разрезали Такой вариант намного интереснее Он намного опциональнее Эти окна, разумеется, глухие Да их открывать не нужно Тут в жизни не доставить При этом мы вообще не теряем В светопрозрачной комнате То есть в доступе солнечного света сюда Второй этаж У нас три спальни Две спальни, извините Одна спальня, вторая спальня И еще одно свободное помещение Которое можно либо в спальню превратить Либо в кабинет Либо еще что-то В данном случае Поскольку это демо-дом Да, но он также на продажу уйдет У нас здесь будет комната-библиотека Для очень умных и начитанных людей Можно вопрос? Вот об этом ты мне не сказал вначале А вы будете полностью комплектовать этот дом В том числе и мебелью? Да Да, цена дома 17-9 миллионов рублей Здесь будут вилочки, ложечки и так далее Более того Знаешь, как этот дом называется у нас? Оригинальный его название Я знаю, что open village на сайте Нет Он open village, чтобы люди понимали Что он open village будет Дом называется акцио У нас дом будет стилизован И менеджер будет стилизован В стиле саги о Гарри Поттере Поэтому мы вас приглашаем Не в наш дом А по сути в гриффиндор В такой Или буффинду Я не знаю Что у них там Какие цвета будут преобладать? Цвета будут базовые Предлагать интерьер такой Здесь будут просто фотографии Каждому пришедшему будет выдаваться Билет на 9-3-4-х Потому что у нас Отходить именно отсюда Будет Куда там? Гриффиндор, да? Получается Поезд В Hogwarts В Hogwarts Точно, блин В Hogwarts будет отсюда уходить Поезд И, собственно, интерактив здесь будет Тоже в стиле саги о Гарри Поттере Слушай-ка, если вы где-нибудь построите Акция, кстати, это заклинание Заклинание, вызывающее притяжение Да, друзья Но я вспомнила только запрещенные заклятия А, слушай, если вы построите Это запрещенные заклятия для плохих строителей В нашем случае это акция Ребят, сразу оговоримся Сейчас здесь ремонт И здесь будет портальная система То есть окно будет открываться Справа налево Что нам это дает? Мы экономим вот такое пространство И, соответственно, мы можем расположить сюда Дополнительные элементы под мебель Ну, я знаю, что все хотят портал И всем они нравятся Но все боятся того, что цена кусается Да, это правда Цена портальных окон подороже, чем цена обычных окон Поскольку у нас не только канал о строительстве АПС ДСК И, в принципе, о стройке О любви к стройке О любви к домам, наверное, в первую очередь О любви к загородной жизни Давайте чуть-чуть познакомлю вас Такой спойлер Кстати, я даже не знаю Может, он на грани с беззаконием То, что мы сейчас делаем Так, каркасные дома представлены Двухэтажные Компания Дмитрий Дом Если, кстати, не ошибаюсь У них тут два участка Они два демонстрационных дома строят Если не ошибаюсь Они давно Такие старые партнеры Open Village Так, кстати, да, Open Village Череда одноэтажников Череда одноэтажников Справа, посмотри Раз, два, три, четыре, пять И слева шестой Прямо, да, одноэтажные дома топят Компания Рубков строит каменный дом Одноэтажный с кинотеатром и камином 144 квадратных метров Это такой, кстати, классический одноэтажник Они сейчас модные, да, такие форматы, мне кажется Красиво, симпатично Слушай, ландшафтный дизайн уже начали Вот молодцы Если что, у компания PSDSK есть похожий дом Называется Франта Ага, ну ладно Компания Goodwood строит тоже одноэтажный каменный дом Из блоков паратерм Да, череда одноэтажников Я скажу, что одноэтажники топят И вот, видимо, все, кто-то, знаешь, такие Такие, нахрен двухэтажный строить Давайте построим одноэтажный Обратите внимание, как вот, на самом деле, дома похожи Но вот эта разная кладка, разные кирпичи Да, вот совершенно меняется Здесь ручной кирпич, ручной формовки И ручной, он наш такой больше Он кривой, косой, но он больше красивый Он, в принципе, дороже стоит И я за ручной кирпич За кирпич ручной формовки Я даже, знаешь, Донские зори Мне очень нравится эта марка Там ушли иностранные Но, слушай, наши, по-моему, они ребята ростовские Остались Донские зори Ок, напылили Ну, ничего страшного Это же стройка, такое бывает Так, компания Стоун Дом Тоже каменный дом Из блоков Паратерм Так, это компания Компания без названия У них из клееного бруса дом строит Компания дальше Дом Форост Тоже строит дом из клееного бруса Базовый брус, 180 на 200 и там, и там Сразу два дома Слушай, странно, да? Компания строит дом и вывески нету Такой тоже классический дом В двухэтажном стиле Дом в современной архитектуру Ну, и, наверное, вот, да Череда одноэтажников Слева тоже одноэтажник Компания Дом Форост Дальше строит Одноэтажный дом Слушай, прям здоровенный у них он получается Да, большой дом они достаточно строят Одноэтажный Такой классицизм, да, такой формат Ну, прям дальше далеко идти Там что-то интересненькое Там что-то интересненькое, но тут только вот ребята Видишь, только начали строить Блин, мне чем нравится? Я больше всего люблю березы На мой взгляд, они куда интереснее Смотрятся Чем сосны, чем елки И так далее Но у них есть большой минус Когда они вырастаются У них поверхностная корневая система И их нужно подрезать Подрубать и так далее Но у них есть и другой плюс Всегда можно посадить молодяк И он очень-очень быстро вырастет И, знаешь, все-таки Такое патриотическое дерево Береза Мне нравится И сейчас запел без рук Да-да-да Сейчас запел без рук За кадром Ну, в общем, друзья На самом деле есть, что посмотреть Точнее, будет, что посмотреть Сейчас вот все застройщики Торопятся успеть к открытию Скажем так Я думаю, здесь домов 50 точно есть Я не помню Прямо интересно Есть, что посмотреть Все торопятся Я думаю, что концепции Презентации Самое главное Своих проектов Будут классные Но я не знаю, конечно Кто может сделать что-то интереснее, чем мы Ну, давай так На самом деле Это шутка, разумеется А в каждой шутке Вы знаете, из доли правды А, да нет Это шутка И все здесь представляют Уникальные технологии Все здесь представляют Необычные проекты То, на чем они специализируются И это интересно Собственно Вот Ну, мне просто со мной Многие одноэтажники понравились Поэтому Да, я согласен Мне одноэтажник тоже Дома нравится Но я бы предпочел, наверное, двухэтажку Все-таки Ну, все, друзья Какого числа Можно приезжать на Open Village И смотреть По-моему, вторые выходные июля Можно приезжать И до конца Если я не ошибаюсь 17 июля До конца июля Можно приезжать на выставку Open Village Лучше мы оставим ссылочку На сайт Open Village И обязательно покупайте билеты Обязательно приезжайте Обязательно планируйте время Вот Это то время Которое не будет Вами потрачено даром Это 100% Друзья, у нас на этом все Друзья, обязательно Проходите по ссылке На сайт Open Village Проходите по ссылке Смотрите Как выглядит наша версия Нашего дома Open Village Который на самом деле Называется Акту Это заклинание притяжения В Гарри Поттере И вас ждет Удивительная магия Сайя Гарри Поттере Целых три недели В июле До встречи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok